Добрый день, братья и сестры! В эфире очередной выпуск телевизионного и пархиального обозрения совместного проекта Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В нашей программе сегодня рассказ о важных событиях, которыми была наполнена жизнь Одесской епархии в минувшие дни. 6 марта состоялось духовное торжество – освящение Нижнего храма собора Мужского скита в честь святителя Николая. 4 марта во вторую неделю Великого Поста Святая Церковь чтила День памяти святителя Григория Паламы. Святой Ильей, как священодействие и образ божественной милости. Еле освящение или соборование – особое таинство, спасительное время Великого Поста. 3 марта в Свято-Троицком греческом соборе Одессы был совершен молебен в честь 140-летия освобождения Болгарии от турецкого ига. 4 марта во вторую неделю Великого Поста, когда Святая Церковь, вспоминая святителя Григория Паламу, высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский-Измаильский, совершил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Одессы в сослужении Соборного Духовенства. О воскресном богослужении рассказывает наш корреспондент. Результативное прохождение Великого Поста сопряжено с различными искушениями и соблазнами. Каждый из нас в эти дни должен вспомнить слова богодухновенного Учителя Господа нашего Иисуса Христа от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Вспомнить их и осознать, что безмолчание, которое сопряжено с молитвой, не будет пользы человеку от самого Поста. И неспроста во вторую неделю Великого Поста Святая Церковь вспоминает именно святителя Григория Паламу. Ведь именно он первый систематизировал и правильно изложил учения о молитвенном молчании, а говоря церковным языком о исихазме. Святая Церковь сегодня напоминает нам об этой необходимости молчания. Потому что жизнь человека так устроена, особенно мы, живущие в городе, мы все время находимся в состоянии какого-то шума. Рев автомобилей, шум толпы. Очень часто, когда мы оказываемся в тишине, мы чувствуем какое-то беспокойство и непривычное для нас состояние. Может ли премудрость Божия войти в душу, которая находится в таком состоянии пустословия, часто суесловия, многословия? И Святая Церковь напоминает нам о том, что лучи Божественной благодати могут коснуться нас только в тишине. Если мы хотим это ощутить, то мы должны хотя бы несколько минут в течение суток вырвать для того, чтобы уединиться к Господу в молитве, для того, чтобы мы могли задуматься о смысле нашей жизни, о том, для чего мы здесь в этом мире находимся и что же, конечно, ожидает нас в будущей жизни. Григорий Палама – это великий отец и учитель церкви, богослов и философ. Жил и проповедовал святитель в XIV веке и был архиепископом города Фессалоники. Григорий Палама – это великий отец и учитель церкви. Богословский гоня освящает его сердце в основном за бухоносным человеком. Святитель Григорий Палама прославился тем, что он являлся рьяным защитником православных богословских истин. Так святитель в своих творениях доступно и правильно изложил и систематизировал учения о исихазме, а также природе нетварного света, божественных энергий и благодати. И в этот воскресный день высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит одесский и измаильский, совершил божественную литургию в Святоуспецком кафедральном соборе города Одессы. Жизнь и творение святителя Григория Паламы показывает каждому из нас важность и значимость поста и молитвы. Будем же мы стараться провести этот пост с пользой, дабы каждый из нас стал причастником жизни вечной. 6 марта в возрождающемся селе Мариновка Беляевского района состоялось духовное торжество. Нижний храм собора мужского скита был освящен митрополитом одесским и измаильским Агафангелом в честь святителя Николая. Святопокровский скит основан в 2015 году. Сегодня на живописном берегу Хожебейского лимана предстает удивительный храм. Благоустроенная обширная прилегающая территория, подведены все коммуникации, пробурена артезианская скважина, возвегается первой в Украине православный хоспис Покров. А самое главное, здесь появился настоящий духовный оазис, подающий жаждущему народу воду живую, самого Христа. Подробнее об историческом событии освящения храма смотрите в нашем следующем сюжете. Может ли быть видимое чудо в наши дни? Может ли то, что разрушалось десятилетиями так рьяно и жестоко, возродиться милостью Божией за несколько лет? Да, чудо – это удивительный момент, когда восстанавливается гармония, нарушенная человеческим грехом. Во вторник, 6 марта, правящий архиерей Одесской епархии прибыл в село Мариновка для участия в историческом событии освящения храма Святопокровского скита. Два года с половиной всего прошло с момента основания монастыря. В обители много сделано, сожжены корпуса, трапезная часовня, одна-вторая часовня через скорбящих радости, инстаблируется Святопокровский храм снаружи и внутри роспись проходит, иконостасы заказаны. Но сегодня совершилась первая Пасха. В этой обители мы совершили освящение престола и храм учить святителя Христова Николая. Жизнь храма подобна жизни человеческой. Он также рождается, принимает своеобразное крещение, когда святитель освящает его. «Слава Тебя, Пресвятая Троица, Боже, Наши, Боже, Наши, Боже, 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 Здесь лежали, и вот мы его превратили в храм Божий, величественный, иконостас прекрасный, и росписи, и сделаны полы, и всё здесь сделано новое, и ризница. Он стал уютным, благодарным Домом Божиим, в котором все, кто будет приходить, получают спасение, утешение и радость, потому что и святитель Христов сам уйдёт навстречу. Святой Николай – покровитель тех людей, которые оказались в беде. Он явился и нашим помощником в эти тяжёлые времена, когда наша страна переживает беду безбожия и человеческого бессердечия. И мы можем убедиться в этом, смотря на преображение возрождающегося скита. За такой короткий промежуток часу, внутренняя частина этого храма, гляньте, как она преобразуется, всё расписывается, новый иконостас, новый иконостас, новый иконостас, новая роспись. И действительно, это всё очень большая справа, которую делает владыка, и не видеть её, ну просто неможливо. Святопокровский храм в селе Мариновка пережил свою мрачную Голгофу во времена богоборчества. Действительно, у нас был храм Покрова Просвятої Богородицы, который построили в 1898 году, а уже в 1927 году его подчас коллективизации закрыли. В 1960 году Хрущев его развалил, и святее место, поругаемо, не бывает. Поэтому было и наказание на нашем селе. Село, которое народило трех героев Радянского Союза, стало неперспективным, никакого развития не было. И только тогда, когда мы вернулись к Богу, и Бог позволил нам восстановить эту святую обитель, и митрополит Агафангел в 1994 году освятил это место, на котором мы с вами стоим, освятил его. И в его молитвах уже будивство началось в 1995 году, а в 2000 году он освящал престол. Да, невозможно одолеть святую церковь. По слову Христа, ее не одолеют врата ада. И когда народ обращается к Богу, тогда мир и благодать почивают в людях. Владик митрополит Агафангел почав відроджувати монастирь, то дійсно по молитвам його, по молитвах монашествующих, які зараз тут служат, і клімат почав меняться, і стосунки у самому господарстві, і стосунки більш жителями почали більш духовнішими, і більш вічливими друг до друга. А там, де святость, там і благо, там, де благо, там і порозуміння повне йде. В такому единомыслии, менее чем за три года, в Мариновке практически полностью завершены работы по реконструкции приходского храма. Создан новый, Нижний Свято-Николаевский храм, который сегодня осветили. Построены братские корпуса, трапезная водосвятная часовня, благоустроена обширная прилегающая территория, высажены сотни плодовых деревьев, тысячи кустарников и цветов. Подведены все коммуникации. Пробурена артезианская скважина, которая полностью обеспечила потребности скита водой. Что так важно в этом заслушливом районе, где летом часто бывают перебои с обеспечением питьевой водой. В Свято-Николаевском храме установлен прекрасный иконостас, выполнена роспись в каноническом стиле. Ещё более масштабные работы по обновлению проводятся в Верхнем храме, который расписывается квалифицированными мастерами в академическом стиле. А особенность скита состоит в том, что в скором времени на этом святом месте будет воздвигнут первый в Украине православный хоспис «Покров», на который было потрачено более 8 миллионов гривен. Милостью Божией, в скором времени хоспис будет запущен в эксплуатацию. И здесь будут находиться тяжело больные люди, которым будет оказываться и духовная поддержка, и необходимая медицинская помощь. Помимо того, что возроджается духовность, Владика очень большую увагу діляет и социальным направлениям. Вы, наверное, в курсе дела. Владика отбудилла, которая стояла больше 15 лет, и собирается сделать там хоспис, первый на Украине, который будет лековать людей, в принципе, от хвороби, который уже не можно исцелить, а монашествующие, на мое поразумение, будут этим людям окормлять их духовно, ну, як це не прикро, в останній шлях. В сегодняшнее нелегкое время, когда теряется единомыслие и мир, когда политическая и экономическая нестабильность проявляется все ярче, Церковь продолжает строить союз мира и любви в человеческих душах. А в Отечестве народ Божий, неся свет Христов в мир, созидая храмы и обители, возрождая культуру, духовность и укрепляя экономику, остается патриотичным. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он садил грехи, простятся ему. Такое апостольское постановление мы находим в Священном Писании. Еле освящение, установленное самим Христом таинства. Святитель Симеон Солунский так говорит об этом одном из семи таинств церкви. Святой елей и оставление грехов дарует, и болезнь не исцеляет. О врачевании души и тела в Великопостную весну наш рассказ далее. В спасительное время Великого Поста человеку свойственно стараться сблизить свои отношения с Богом посредством участия в таинствах. Конечно, в первую очередь это участие в таинствах покаяния и причащения. Но церковь сегодня и всегда предлагает нам еще одно особое таинство. Таинство еле освящения или соборования – одно из семи таинств церкви. Каждое таинство установлено Господом и Иисусом Христом. Посылая учеников на проповедь, Господь даровал им силы исцелять недуги душевные и телесные. У евангелиста Марка мы читаем, что апостолы, проповедуя, многих мазали маслом и исцеляли. То есть еще с времени жизни Христа Спасителя совершается эта тайна, тайна Великой Любви Божией к человеку. Далее мы видим слова апостольские, которые подтверждают установление Христа. У апостола Иакова мы читаем такое обращение ко всем христианам, если кто-то из вас болеет, пусть призовет пресвитеров церковных, чтобы они помолились над ним, совершили молитву. И молитва веры спасет болящего и воздвигнет ее Господь. И если он грехи сотворил, то эти грехи отпустятся ему. Участвовать в этом таинстве православный человек может круглый год, особенно когда возникает критическая ситуация в жизни, связанная со здоровьем. Но современная традиция говорит о том, что ежегодно прибегать к милости Божией, даруемой в таинстве или освящении, полезно и в физическом, и в духовном плане. В греческой церкви есть традиция совершения таинства соборования именно как таинства покаяния. А так как Великий пост – это время покаяния, время духовного роста, то как раз в Великий пост люди ищут все средства для того, чтобы усугубить свое покаяние, улучшить свое духовное состояние и снова и снова присоединить Бога помощь на этом пути, потому что покаяние без Божьей помощи невозможно. Сейчас вы все пришли, кто с работы, кто оторвался от своих суетных дел, но сейчас нужно постараться освободиться от всего этого груза, очистить мысли и настроиться на молитвенное общение с Богом и уверовать, что сейчас это таинство совершится над каждым из вас. Существует человеческий предрассудок и даже суеверие, будто таинство Елеосвящения приближает смерть страждущего человека. Это совершенно не так. И, безусловно, само по себе таинство не дарует человеку здоровье, и Господь отвечает взаимностью только тому, кто искренне и комплексно подходит к делу уврачевания своей души и тела. Таинство Елеосвящения призвано осветить и помочь исцелиться человеку от болезни. И поэтому, конечно же, в Таинство Елеосвящения могут участвовать люди, которые чувствуют болезнь физическую. Множество молитв, которые читаются в Таинстве, именно в них звучит прошение об исцелении от немощи физических и обращении грехов. Безначальне, вечне, святе святых единородного Твоего сила, не спасла выселяющихся гниду и всякую язь, душителя снаши их, не спасли святаго Твоего духа и освети Елеосей, и затвори помазующимся Твоим рабом совершенное избавление грехов и наследие Царствия Небесного. Больному помазывается чело, ноздри, щеки, уста, грудь и руки с двух сторон. На самом деле, первенствующим, главенствующим Таинством является молитва. И мы верим, что через помазание святым Елеем Господь невидимо Духом Святым освящает человека и исцеляет его от немощей телесной. Все органы чувств, душа и тело через Таинство Елеосвящения с верою во Христа Исцелителя пронизываются энергией Святого Духа. Тело человека символично помазывается маслом, соединенным с вином. Символы Таинства Елеосвящения, они взяты из притчи о добром самоле ныне, когда человек увидел Иудея, который был побит разбойниками и уже умирал, на обочине дороги, он возливал, он пошел к этому человеку, омыл его раны и, как написано, возлил на них масло и вино. Можно себе предположить, что в древности с помощью этих веществ, вина и масло, как бы облегчали состояние ран, внешних ран человека. И когда мы совершаем Елеосвящение, мы уже этим веществам, маслу и вину, придаем духовный смысл. В этом таинстве могут участвовать только крещенные православные люди, ищущие исцеления и помощи Божьей. Не могут принимать это таинство только дети. Поскольку дети еще не могут осознавать свои грехи, не осознают ответственности за свои поступки, то, конечно же, детей, которые не исповедуются самостоятельно, то есть до семи лет, как правило, до таинства Елеосвящения не допускают или не рекомендуют им приступать к таинству. Конечно, участие только в этом таинстве не принесет духовной пользы, а нужно спасаться во Святой Церкви через все таинства, установленные Господом. В таинстве мыслособорования мы призываем на человека милость Божию. Милость Божия. Елеос в переводе из греческого есть милость. Мы просим, чтобы Господь обратил свое внимание на нас и помог совершиться Его святой волей. Болезнь является следствием греха. И Господь Иисус Христос во время Своей земной жизни исцеляет человека от какой-то немощи, Он прежде разрешает его от греха. Он часто говорит человеку исцеленному, иди и впредь не греши. И поэтому прежде всего мы молимся о прощении грехов, и прощение грехов зачастую дарует человеку и ослабление его немощи телесных. В заключение подчеркнем, что люди жаждущие приходят в Церковь во время Великопостной весны. И именно таким людям является Сам Христос Спаситель, Который есть истинный врач, и Который подает исцеление и избавление от тяжести недугов телесных и душевных. 6 марта 2018 года облаженнейшими трех лет Киевские всея Украины Ануфрии принял в своей резиденции на территории Киево-Печерской лавры сестер Марфа Мариинской обители, которая создается в Киеве, и где будут нести послушания ухода за больными немощными девушки и женщины. Они со временем смогут принять в этой обители и монашеский постриг. Духовником создаваемой обители предстоятель назначил Протерея Иоанна Гориа, настоятеля Одесского храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Всескорбящих Радость. Блаженщий Владыка пожелал сестрам терпения и смирения в подвиге служения ближнему, напомнил о преподобных Антоне, Феодосии и других печерских чудотворцах, которые также делали много добрых дел, милосердия в служении ближнему, дал духовные наставления и благословил сестр на их богоугодные дела. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела митрополита Одесского Измаильского 3 марта в Свято-Троицком греческом соборе Одессы был совершен молебен в честь 40-летия освобождения Болгарии от турецкого ига. Впервые молебен совершался на болгарском языке. Он объединил представителей дипломатического корпуса, культурных организаций и членов болгарской диаспоры в Одессе. После завершения молебна по традиции присутствующим были преподаны национальное болгарское колево и специально выпеченный хлеб. Наша съемочная группа также побывала на событии. 3 марта народ Болгарии и болгарские диаспоры по всему миру, а самая большая такая диаспора проживает в Украине, отметили важнейшую дату своей истории – 40-летие освобождения Болгарии от турецкого ига, которое существовало здесь пять веков. В Свято-Троицком греческом соборе Одессы по благословению правящего архиерея митрополита Агафангела в этот праздничный день впервые был совершен молебен и на болгарском языке. Двоеначалницы и воины падали на бой на тополе за всички архиереи и иреи, дьяконы, монасты, монахини и всички православные христиане послужили за вярото и освобождение туно-болгарский народ. Задаем все простые всякую волну и неволну прегрешения. Это знаковое событие, потому что Болгария долгие годы была под османским игом, была в рабстве, было около 500 лет. Это было страшное время, когда народ старался выжить, как православный народ, сохранить свою веру, потому что если ты сохраняешь свою православную веру, ты в империи остаешься человеком второго сорта, ты лишаешь всех многих прав, многих возможностей. Всегда был выбор принять ради экономической выгоды, ради материальной жизни выбрать ислам и жить спокойно, став турком, либо оставаться православным христианином и терпеть различные бедствия и гонения. Во время османского господства на болгарской земле были периоды насильственной исламизации, особенно в Радобских горах. Но большинство болгар оставались верными Иисусу Христу и часто погибали за свою веру. Батакская резня – массовое убийство болгарского христианского населения в селе Батак в мае 1876 года. В результате резни погибло от трех до пяти тысяч мирных жителей, включая женщин и детей. Когда жители не смогли уже сопротивляться, они закрылись в храме. Дети в храме непрестанно плакали, в храме не было воды, не было пищи. И тогда матери, надеясь найти воду для своих детей, начали руками копать колодец. Этот колодец сохранился до сегодняшнего дня, надеясь не обрести воду, но воды не было. В какой-то момент турки начали атаковать храм, и из небольших окошек, которые были в храме, начали бросать улья с пчелами, начали бросать зажженную солому для того, чтобы выкурить людей из храма. Люди не выдержали этого страшного ада и открыли храм. Но все они были вырезаны до одного – маленькие дети, старики, женщины. Информация о трагедии в Батаке была растиражирована в западной прессе и, в конце концов, стала одним из поводов начала русско-турецкой войны 1877-1878 годов, которая и привела к созданию автономного болгарского княжества. Это свершилось благодаря братьев православных, славян, украинцев, русских и многих других, которые взяли участие в этом величайшем событии. И украинцы православные, и славяне, и другие многославянских народов здесь. Поэтому мы живем в таком понимании любви и дружбы, и понимании глубокой, и благодарим Господа Бога. И, наверное, это заслуга нашей одной из самых древних или старых славянских народов болгарских, что мы сумели построить такие красивые отношения между людьми. На молебнии в день освобождения Болгарии от Осман присутствовали представители Генерального консульства Республики Болгария в Одессе, господин Мирослав Йенков и другие, а также многочисленные члены болгарской диаспоры в Одессе, которая в целом насчитывает более 60 тысяч человек. Надо отметить, что исторически сложилось. Троицкий греческий собор собирает на молитву одесситов разных национальностей. Дреба так летами, на зимние уродцы вот там. Мы дреба доживяем, на заправе стартой раны, на праве уродцы, мы доживяем мирную сечки хора. Это запомнился будущие наши народы, на болгарский народ, на украинский народ. Дай Бог, чтобы это было доброе начало, хорошей славной традиции, когда болгары бы собирались не в разных местах, а прежде всего собирались все вместе в храме. Во Христе нет Элина и Иудея, Барвара, Скифора, Баи Свободного, Новосе Христос. Но, тем не менее, какие-то национальные отличия – это богатство человечества, и они не должны разделять, должны нас соединять и объединять. После завершения молебна, по традиции, присутствующим были поданы национальное болгарское колево и специально выпеченный хлеб. Третья неделя Великого Поста, Кресто Поклонное. Без учета грядущей страстной седмицы, половина поста уже позади. На середину храма выносится крест. И сразу же перед нашим мысленным взором протекает вся земная жизнь Христа. От рождественского пения ангелов и даров волхвов до предательства ближайших учеников и позорной казни. Ярче всех, пожалуй, предстает перед нами евангельский образ двух разбойников. Одного по правую, а второго по левую сторону от Христа. История их жизни мало чем отличается друг от друга. Оба разбойники, грабители и убийцы. Просто так в те времена не распинали. Судебной ошибки и предвзятости обвинителей в их случае не было. Да и апелляцию никто из злодеев подавать не собирался. Уж столь очевидно, что они были перед всеми пойманы. Да и сами-то они не отрицали свою вину. Оба страдали, будучи распинаемыми, и даже оба поначалу поносили спасителя, явно сочувствуя словам мимо проходящих фарисеев. Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть и пересойдется креста, и уверуем в него. Но затем произошло что-то, казалось бы, невероятное. Один из разбойников начал унимать другого, говоря, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». В этом евангельском моменте все непривычно нам, духовно близоруким, и уж больно как-то режет слух нашему плоскому мудрованию. Как можно простить такие злодеяния? Почему Христос так легко принял его покаяние без единого упрека за все прошлое зверства? Было ли покаяние разбойника столь молниеносным? Или он в течение всей своей грешной жизни вынашивал мысли о Боге, и в момент распятия эти семена веры лишь проросли и дали свои плоды? Почему не покаялся второй разбойник, хотя, казалось бы, терять ему уже нечего? И почему бы не покаяться в последний момент? Печально, что многие подобные риторические вопросы кажутся нашему уму, закостеневшему в юридизме и обыденности, совсем не риторическими. Но, несмотря на это, хоть какие-то моменты врезаются нам в память. Во-первых, не каждое страдание ведет ко спасению. Мучились оба разбойника, но покаялся лишь один. Во-вторых, никогда не поздно обратиться к Богу. В-третьих, немного уточняет. Во-вторых, никогда не поздно, но все же наивно специально откладывать покаяние до последнего дыхания, закостеневая в рабстве греху, так как второй разбойник так и не одумался. В-четвертых, самое главное для нашего спасения понять, что самодостаточных правильников в мире нет. Мир делится лишь на две категории разбойников. Мы все, как ни обидно это звучит, разбойники. Задача человека не в том, чтобы перечислять Богу свои добрые дела, скрывая свои тайные жизненные ошибки и сравнивая себя с очевидными разбойниками, а в том, чтобы одуматься и становиться понемногу разбойниками благоразумными. Только если человек не заглушает себе голос совести, сокрушается о ошибках и стремится в конечном итоге к переосмыслению жизни, возможно искреннее обращение к Богу в соответствии с молитвой, которую каждый из нас может услышать из уст священника перед причастием. «Не лапзаняйте дам, яка Иуда, но яка разбойник, исповедуй Тя, помяни мя Господи во Царстве Твоем. Аминь». На этом сегодняшний выпуск программы ТЭО подошел к концу. Мы признательны благотворительной организацией фон Бумбураса за поддержку нашего проекта. Помощь вам Божией! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok